Самый высокий уровень особых отношений. Именно так описывает Союз Лондона и Вашингтона Дональд Трамп. Продолжает первый официальный визит в Британию в качестве президента США. Впрочем, ему здесь рады далеко не все. В Лондоне, в том числе и под окнами нашей корпорации, буквально несколько минут назад прошла многотысячная толпа, акция протеста. Наша съемочная группа находится сейчас на этой акции, а не чуть позже, а пока об официальной части визита. С минуты на минуту Дональд Трамп сейчас прибывает в Виндзорский замок. Собственно, как мы видим сейчас по этим прямым кадрам, он уже прибыл и встречается с королевой Елизаветой Второй. Именно в Виндзоре недавно венчались принц Гарри и американка Меган Маркл. Буквально через несколько минут Дональд Трамп и его супруга, а также Елизавета Вторая, должны отправиться на вечернее чайпити. Это такая традиционная для англичан церемония, которую посетит американский президент. Но ранее сегодня Дональд Трамп провел уже серьезные переговоры, не церемониальные, с премьер-министром Британии Терезой Мэй. Но до этой встречи еще Трамп дал интервью таблоиду Сан, где раскритиковал проект выхода из ЕС, разработанный правительством Терезой Мэй, и поставил под сомнение договор о свободной торговле Британии и США, который Мэй обсуждала как раз с Трампом. И после чего Дональд Трамп сказал, что надеется все-таки заключить этот договор. Ну и кроме того, Трамп заявил, что мэр Лондона плохо делает свою работу, пожалел об уходе Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел, и вот что еще сказал. Если они пойдут на сделку в таком виде, вероятно, поскольку мы будем иметь дело скорее с Евросоюзом, чем с Великобританией, то, вероятно, это убьет торговый договор Британии с нами. Я сказал Терезе, кто мне нравится. Я сказал ей, что она должна делать и как вести переговоры, но она не стала слушать. Вообще-то, можно сказать, она выбрала прямо противоположный. В Британии слова Трампа восприняли как вмешательство во внутренние дела. Ну вот, например, как прокомментировал высказывание Трампа теневой министр иностранных дел от лейбористов Эмили Торнбери. Она сказала, что Трамп оскорбил нас, он приехал к нам в гости, мы его приняли, но перед тем, как встретиться с Терезой Мэй, он дал это интервью. Он фактически размазал нас, его мама чему-нибудь учила, задает риторический вопрос Эмили Торнбери. Официально Даунин-стрит на выпады Трампа ничего не ответил, а уже сегодня Трамп заявил, что ничего подобного не говорил. Интервью и фрагменты этого интервью назвал фейковой новостью. Сразу после встречи с Терезой Мэй в ее загородной резиденции в Чекер состоялась пресс-конференция лидеров двух стран. Так вот, на этой пресс-конференции после переговоров Трамп назвал Мэй великой женщиной, которая делает большое дело. А Мэй сказала, что они с Трампом обсуждали план амбициозного торгового соглашения. И вот, что лидеры заявили после переговоров. Как только процесс по Брейзиту закончится и Великобритания выйдет из Евросоюза, я не знаю, что вы намерены делать. Но что бы вы ни делали, мне подходит. Это ваше решение. Только удостоверьтесь, что мы можем торговать друг с другом. Это все, что имеет значение. Я уверена, что этот трансатлантический союз будет основой для нашего обмена, процветания и благополучия на многие годы вперед. Визит Дональда Трампа, как мы уже сказали, сопровождается многотысячными акциями протеста по всей Британии. Самые большие, конечно же, в Лондоне. Здесь он не очень популярен. Например, по данным соцопроса ЮГОВ, больше Трампа британцы не любят только Путина. Рейтинг неприязней у него 79%, а у Дональда Трампа 77%. Самые большие акции, как мы сказали, в Лондоне. Сейчас в центре этих самых протестов находится наш корреспондент Бен Тавенер, он же наш лондонский блогер. Бен, приветствую тебя. Я вижу, что уже участников акции намного меньше, чем было раньше, поскольку они у нас под окнами проходили. Как это все было и насколько многочисленная акция была в Лондоне? Главный протест сейчас находится прямо за моей спиной. Мы просто отошли немножко, потому что там связи нет. Но там очень много людей на Трафалгарской площади. Мы сейчас находимся на Уайт-Холле, около Даунинг-стрита, городской резиденции Терези Мэй. По словам организаторов, на этом протесте принимают участие более 100 тысяч человек. Мы эту информацию, конечно, не можем подтвердить, но это по словам организаторов. Ранее сегодня были еще несколько протестов в поддержку равных прав женщин и разных меньшинств. Но, по-моему, самый фестивальный, карнавальный протест, это был Трамп Бэйби. Надувной шар, 6-метровый надувной шар под названием Трамп Бэйби, на который они собрали более 40 тысяч долларов. И, естественно, мы поговорили с людьми здесь, и они были довольны, что получилось таким колоритным фестивалем. А другие соратники Трампа сказали, что Бэйби Трамп это прям оскорбление, и что это недостойный протест лондонцев, которые принимают действующие президенты. Бэйби Трампа, скажи, пожалуйста, почему именно сегодня проходит акция, ведь Трампа нет в Лондоне. Он в загодной резиденции в Чекерс, потом он отправился в Виндзор, потом поедет в Шотландию. Вообще люди, которые участвуют в этой акции, они это знают, вообще расписание Дональда Трампа, или это не самое главное для них? Конечно, они знают, они все говорят, конечно, он своими глазами не увидит эти акции протеста, но, как они знают, он очень любит соцсети, очень любит смотреть телевизор, так что он каким-то образом, конечно, увидит все это. Но, как я сказал, мы поговорили с людьми здесь, и что нам сказали? Ну что же, спасибо, Бен. Мы, к сожалению, вот тех самых людей, с которыми я общался, не сможем услышать, но в эти минуты давайте посмотрим на то, что происходит в Виндзоре. Еще раз напомню, что Дональд Трамп встречается сейчас с королевой Елизаветой II, и вот вы видите прямые кадры трансляции из Виндзорского замка. Королевские гвардейцы сейчас проходят мимо платформы, на которой находится Дональд Трамп, его супруга Мелания Трамп и королева Елизавета II. После того, как закончится такой торжественный прием, они отправятся внутрь Виндзорского замка, как я уже сказал, на чаепитие. Небольшая беседа будет у Дональда Трампа и британского монарха, которая правит уже 66 лет и встречалась не с одним американским президентом, об этом чуть позже, также в нашей программе. Ну а сейчас, собственно, о том, что из Лондона Дональд Трамп и через Чекерс, загородную резиденцию премьер-министра, и через Виндзор, отправится в Шотландию, где у него гольф-клуб, а оттуда уже в Финляндию, в Хельсинки, на встречу с Владимиром Путиным. Ну вот чего ждать от этой встречи, о том, о чем говорил Дональд Трамп в Лондоне, с премьер-министром поговорим, с нашим европейским обозревателем Юрием Вендиком, но упомянул я уже Путина, смотрели мы все пресс-конференцию Дональда Трампа, здесь о Путине говорилось очень много, собственно, понимаем ли мы, с чем едет в Хельсинки Дональд Трамп? Честно сказать, нет, все равно, хотя он очень много об этом говорил сегодня, но мы все равно так и не поняли. Но я по порядку изложу, его действительно спрашивали, несколько вопросов задавали, некоторые повторяющиеся, о том, что же он там будет говорить, о чем будет говорить с Путиным. На первое место, первым пунктом, кстати, Трамп назвал Украину, затем Сирию и Ближний Восток шире, затем проблемы ядерного нераспространения, и вот об этом ядерном нераспространении поговорил, вот эти, на первый вопрос на эту тему, подговорил чуть побольше, что ему бы очень хотелось чего-то тут достичь. Я прошу тебя, нас почему-то иллюстрирует картинкой прямой встречи Дональда Трампа и Елизаветы Второй, это они идут в Виндзорский замок, это безусловно важно, конечно, но я сомневаюсь, что, видимо, они об Украине или о Сирии будут говорить. Да, это, конечно, церемониальная встреча, здесь вряд ли о делах они будут говорить, тем более о предстоящей встрече с Путиным, но хотя не знаю, их своя рука владыка, о чем хотят, о том поговорят. Ну вот, значит, сказал Трамп, что прежде всего он будет говорить об Украине, ну, во всяком случае, поставил его на первое место, чисто хронологически, но потом на вопрос журналиста от Fox News, правда, там и вопрос был, формулировка так себе, но суть этого вопроса была в том, на что же он именно будет говорить об Украине, и как он вообще собирается налаживать отношения с Путиным, когда Крым оккупирован Россией, спросил журналист. Трамп, по сути, ничего не ответил, он сказал, давайте посмотрим, что получится из этой встречи, но ожидания у меня нет. Он, по-моему, еще несколько раз сказал, это было сделано при Обаме, я бы этого не позволил, я бы этого не позволил, а что он будет делать, он, по-моему, так и не сказал. Да, он так и не сказал, он сказал, давайте посмотрим, что получится из этой встречи, и вообще, ну, я просто, в принципе, не против, чтобы... Мы очень жестко ведем себя по отношению к России, мы молодцы, сказал Трамп, но вообще я бы был не против, если были хорошие отношения с Россией, с Китаем и так далее. В общем, да, ничего конкретного не пообещал, только сказал, что ожидания от этой встречи у него небольшие, ничего примечательного и такого вызывающего восторга они там, скорее всего, не добьются, предположил Трамп, но вот хотя бы уже разговор хорош. На самом деле он в основном повторил то, что говорил. То есть, с одной стороны, обозначил, что мы очень жестко ведем себя по отношению к России, напомнил, что США выслали десятки российских дипломатов в знак солидарности с Британией весной, что США ввели новые санкции, что сейчас он опять поставил себе в заслугу то, что НАТО обещает повысить оборонительные расходы, в том числе по отношению, естественно, в виде страховки от России это делается, подразумевается. Еще раз повторял недавно высказанную мысль о том, что то, что Германия, прежде всего Германия и Европа в целом, платит России миллиарды за энергоносители и при этом как будто бы, по мнению Трампа, нахлебничает в части безопасности от той же самой России в оборонной сфере, это ему кажется совершенно неприемлемым и неопределенным. Он в Сворьбе сказал, что ужасно, совершенно ужасно, это совершенно ужасно, и конкретно он опять упомянул Нордстрим, Северный поток-2. Тереза Мэй тут добавила, что дискуссии по поводу этого трубопровода, газопровода все еще идут в Евросоюзе. Ну, в общем, туда и сюда, все это время Трамп качался в своем отношении к России и к тому, о чем он собирается говорить с Путиным. Ну, в общем и целом вот так.